Витаю, друзья, на канале Капсула Часу и сегодня у нас снова распаковка. Итак, только я вам рассказал о том, как мне пришла поврежденная посылка с конвертом, с маркой и со спецгашением. Как вот, поступила уже следующая посылочка и она пришла в очень необычном виде, в отличие от обычного конверта, который просто картонный. Вот как вроде бы Укрпошта меня услышала и прислали мне вот такую посылку. Давайте ее вскроем и посмотрим, что же мне в ней пришло. Вот так, в этот раз, я не знаю, такое впечатление, что они смотрели мое видео, но не может этого быть, потому что прошел один день с момента получения, а видео я только заснял. Вот такой конверт полиэтиленовый просто мы отложим. О, смотрите, какой толстый картон положен для того, чтобы не помять конверты. И вот мне пришло два конверта целых здесь. В общем-то, интересно. Ну, давайте вскрывать их по очереди и будем смотреть. Здесь вот какая-то бумага из-под клапана конверта видна. А, это просто белая полоса. Тогда давайте вскроем его обычным способом. Итак, вот мы его открываем и смотрим, что же нам пришло. Я зашел просто на сайт Укрпочты и сделал несколько таких вот интересных покупок. Итак, я купил набор Юный Филателист. Как оказалось, что Укрпочта выпускает вот такие наборы. Мне стало интересно, что в нем. Вот набор 2019 год и это, по идее, 2018 год. Но, да, вот марки вроде бы как разные, хотя вроде как и повторяются. Нет, марки, наверное, все-таки разные. Давайте вскроем, посмотрим. Итак, вот просто мое коллекционирование марок когда-то, еще в 70-е годы, начиналось именно с покупки вот подобного набора. Тогда вот он продавался и я тогда купил марки Гошонные. Давайте сравним. С этой стороны все одинаково. Ну, давайте вскрывать и смотреть. Я понимаю, что Гошонные марки особо ценности не представляют. Ну, мне хотелось просто вот как поностальгировать. Кстати, вот ссылочка на видео про магазин Килат Илья в нашем городе на моем основном канале. Кому интересно, посмотрите. Итак, вот такой вкладыш в этом наборе. Я, честно говоря, просто удивлен, что для детей начала Укрпочта думать и делать подобные наборы. Они недорогие. Стоит он 49 гривен, такой набор. И вот у него различные марочки. Сейчас вытряхнем и посмотрим. Итак, здесь набор из самых разных марок, которые, в общем-то, стандартные, которые можно клеить было на конверты. Но я думаю, если ребенок хочет начать коллекционирование, то, наверное, это как раз было бы очень даже неплохо. Марки гашенные. Понятно, что они не являются уже платежным средством. Но, тем не менее, довольно интересная такая небольшая подборочка. И давайте вскроем второй конвертик и сравним. Перепутала мне Укрпочта или не перепутала. Думаю, что не перепутала, судя по тому, что я уже сейчас вижу. Эта упаковка просто у марок одинаковая, а сами марки вложены разные. Итак, вот опять вот так же вот это все устроено. Вот такая обложечка «Юный филателлист». Вот такая задняя сторона. Итак, марки абсолютно разные мы видим. Один набор 2018 года, один набор 2019 года. Да, действительно, наборы разные. Но это уже я буду так более серьезно рассматривать. Видите, два разных наборчика получилось. Ну, спасибо Укрпочте за такой вот мне заказ, доставку. Теперь открываем второй конверт. Второй конверт тут уже, конечно, не детские марки. Тут уже мой заказ, который мне удалось разместить на сайте Укрпочты. Вот. Ну, давайте взглянем. Итак, это был по распродаже конверт Хвайдер Вовк. Причем стоит он, по-моему, 3 гривны сейчас. Я решил себе его в коллекцию конвертов приобрести. Так, смотрим дальше. Дальше уже традиционно конверт Пес Патрон, который сейчас по распродаже, по-моему, 3 гривны тоже стоит. Мы его, вот, достанем из него содержимое и посмотрим. Итак, что же мне сегодня приехало? А приехали мне вот такие марки. Михайлов Рубль. Ну, такая интересная марка, посвященная художнику. Смотрим дальше. Так, это марки прошлых лет, которые вот периодически появляются на сайте Укрпочты. Житомирская область. Краса и Велочь Украина. Эта серия была посвящена всем областям. У меня такой марки не было. И вот сейчас мне удалось ее приобрести. Вот. Марка. Следующая из этой же серии. Марка. Винницкая область. Краса и Велочь Украины. Ну, тоже очень интересно. Вот эти фонтаны знаменитые, которые были там в Виннице, построенные. Вот. Очень интересная и красивая марка. Так, смотрим, что же дальше у нас пришло. Дальше у нас пришла вот такая марка. Первый украинский паштовый марки. 100 роков. И, собственно говоря, изображение этих марок. Такой блок. Ну, интересный облачок. Так, идем дальше. Дальше смотрим. Здесь. Это Никитский ботаничный сад. Национальный науковый центр. Ну, такой интересный. 200 лет. Это 2012 год. Марка еще довоенная. Когда-то я как раз в это время был там, в Никитском ботаническом саду. Было очень красиво. К сожалению, сейчас мы туда пока не можем ездить. Так. Земноводни Украины. Вот такая марка. Это я пополнил свой раздел флора и фауна. И будет у нас в этом разделе вот такие марочки. Интересный блок в продолжении флоры и фауны. Вот я взял какой еще блок. Это рыбы. Червонок. Мыга Украины серия. И здесь различные рыбы, которые наводятся у нас в стране. Сейчас у нас, к сожалению, в реках их стало поменьше. Но, может быть, все-таки будет восстановлено. Я знаю, восстановлены эти виды. Я знаю, что вот у нас, допустим, река Южный Бух. И даже вот осетр водился. Я вот исторические документы поднимал. И 200 лет назад была записана такая фраза, что осетра у нас тоже было много. К сожалению, сейчас почему-то этой рыбы у нас в реке вообще нет. Но из-за того, что мы так хорошо, видимо, вели хозяйственную деятельность. И вот еще одна такая интересная серия. Птах и Украины. Вот такие марки с птицами, которые водятся у нас в стране. Это тоже пополнение раздела флора и фауна. Ну вот, собственно говоря, пожалуй, и все, что мне удалось приобрести в интернет-магазине из того, что у меня не было в коллекции. А з вас подобайка, з мене наступное відео. До новых встреч, до новых историй. Пока-пока, друзья.